Всем привет! Наступает Рождество, а Рождество это не только елка, Санта-Клаус и рождественские монстры, но и рождественские традиции. И в некоторых странах Европы Рождество невозможно представить без пряничных домиков и пряничных человечков. Социальные сети в это время заполнены красочными изображениями домиков и человечков. В кафе и магазины предлагают их купить и попробовать. В Швеции проводится ежегодный конкурс пряничных домиков, а в норвежском городе Берген из пряников делают целую деревню. Прежде чем перейти к домикам и человечкам, стоит сказать пару слов о истории происхождения самого пряника. Происхождение имбирного пряника следует искать в глубокой древности. Считается, что он был известен еще жителям Древней Греции и Древнего Египта. Более поздние упоминания были найдены в Китае и относились они к началу 10 века. Когда именно пряники попали в Европу, точно не установлено. Есть предположение, что это могло произойти во время первого крестового похода в 1096-1099 годах, либо раньше, в 921-922 годах. И привез его армянский монах Григорий Макар, также известный как Григорий Никопольский. По-английски имбирный пряник звучит как ginger bat. Это слово имеет французские корни, где звучит как ginger bar. Французское название, в свою очередь, имеет латинские корни, а латинское слово происходит от санскрита. Что до самого имбиря, то он был известен еще в древние времена. В частности, его знали римляне, но после падения Римской империи о нем забыли. И в Европе о нем вспомнили только либо после крестовых походов в 11 веке, либо после путешествий Марка Пола в 13 веке. В средние века имбирь, как и любая другая специя, стоил очень дорого, и позволить его себе могли только богатые люди. Фунт имбиря по стоимости был сопоставим со стоимостью овцы. Считается, что одними из первых, кто стал выпекать имбирные пряники, были монахи. Они их использовали для того, чтобы накормить голодных и дать религиозные наставления. Для этих целей им придавали форму святых или библейских сюжетов. Рецепт пряников также отличался от того, который мы знаем сейчас. В тем временем он делался из панировочных сухарей, смешанных с медом, специями, а иногда пищевыми красителями для красоты. Примерно к середине 16 века имбирь становится более доступным для покупателей, и пряник становится по-настоящему народным лакомством. Пряникам придаются самые разнообразные формы, их продают на ярмарках и дарят друг другу в знак любви и на удачу. Важность имбирных пряников была описана Шекспиром в пьесе «Бесплодные усилия любви», написанной в середине 1590-х годов и поставленной для королевы на Рождество. Там есть такие строчки. «Если бы у меня был всего один пенни, я бы потратил его, чтобы купить имбирный пряник». Европейская аристократия также была не прочь поесть пряников, но для них их делали особенно изысканными. Например, покрывали сусальным золотом. Искусно и изысканно украшенные пряники в Англии стали синонимом всего изысканного и элегантного. Появилось даже такое выражение «снять по золоту с пряника», что означало убрать все лишнее и открыть суровую реальность. Ведь сам по себе пряник выглядит не очень привлекательно. Напечатано это выражение было впервые в XIX веке, но считается, что использовать его начали гораздо раньше. Выпечка пряников стала занятием настолько серьезным и важным, что в некоторых странах, например во Франции и Германии, появились специальные гильдии пекарей для защиты местных обычаев. Так, в 1643 году в городе Нюрнберг была создана специальная лига «Лепкухин пекарей», чтобы официально регулировать выпечку и продажу пряников. Всем прочим, не входящим в лигу выпекать пряники строго воспрещалось. Исключение делалось только в двух случаях – на Пасху и на Рождество. В это время выпекать имбирные пряники мог любой желающий. Как именно связаны пряники и Рождество, точно не установлено, но возможно именно эта традиция способствовала популярности имбирных пряников в качестве рождественского угощения. Ну и чуть подробнее о самих символах Рождества – пряничном домике и пряничном человечке. Что первое приходит на ум при упоминании пряничный домик? Ну, скорее всего, это сказка про Генцеля и Гретель, двух детей, брошенных родителями и нашедших в лесу пряничный домик, принадлежащий ведьме, которая хотела их съесть. Можно подумать, что пряничный домик появился именно благодаря этой сказке, но тут есть мнение, что пряничный домик появился в Германии в 16 или 18 веке. Точно неизвестно, в то время как сказка была впервые напечатана в 1812 году, то есть в 19 веке, и в связи с этим только популяризировала пряничные домики. Но также есть мнение, что сказка появилась гораздо раньше, примерно в 14 веке, и домик из сказки стал прообразом настоящих пряничных домиков. Хотя есть упоминания и о том, что пряничные домики делали еще в Древнем Египте, поэтому история очень запутанная. В общем, достоверных сведений, как именно появились пряничные домики и как они связаны с Рождеством, нет. Возможно, это просто продолжение традиции, когда каждый мог сделать себе пряник на Рождество и украсть его по своему вкусу. Ну и, конечно, это возможность для творчества. Если история пряничных домиков в значительной степени остается загадкой, то с историей пряничных человечков немного получше, ну хотя совсем чуть-чуть. Если что-то интересное, но непонятное, у этого наверняка должна быть какая-нибудь жуткая история. Так наверняка подумала американская писательница детективов Майя Корриган, которая публиковала трактат об удивительной темной истории имбирных пряников. В своем произведении писательница рассказывает о том, что поедание пряничных фигурок в виде человечков было кульминацией празднования Сатурнали, аналога современного Рождества и Нового года. И это якобы являлось заменой человеческих жертвоприношений богу Сатурну. В праздновании Сатурнали действительно участвовали человеческие фигурки, но были они не пряничные, а терракотовые, и их не ели, а одарили. Назывались они сигилариями. И сам факт человеческих жертвоприношений представляется исследователям весьма сомнительным. В общем, это можно считать художественным вымыслом, как и, возможно, историю, связанную с королевой Елизаветой I, которая, как говорят, очень любила пряники и для этого даже держала специального повара. Также считается, что по ее приказу изготавливались пряники в виде высокопоставленных лиц, посещавших ее двор. Что в дальнейшем происходило с этими фигурками, неизвестно, но известно, что забава очень быстро ушла в народ, и на ярмарках стали продавать фигурки в виде мужчин, которых называли женихами. Покупали их незамужние женщины в надежде найти себе настоящих женихов. В общем, все было неплохо, пока в 17 веке репутации человечков не был нанесен жестокий удар. А все дело в том, что поползли слухи о том, что якобы ведьмы изготавливают из пряника фигурки своих врагов, чтобы съесть их и тем самым принести врагам смерть. К началу 18 века охота на ведьм прекратилась, а вот суеверие осталось. Возвращаются пряничные человечки и становятся символом Рождества только в 19 веке, благодаря королеве Виктории и ее мужу принцу Альберту. Принц был уроженцем Германии и на свою новую родину привез множество разных рождественских традиций. Вот такая история пряника, пряничных человечков и пряничных домиков. Хотелось бы знать и рассказать о них больше, но, к сожалению, история не сохранила для нас достоверных сведений об этих интересных традициях. А на этом на сегодня все. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok